распаковка оба вверх оба подбор оба 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 КОНЕЦ В почтовом отправлении мешок с песком. Объектива я не нашел. Нашел весы, чтобы хоть как-то зафиксировать это дело. К сожалению, нормально организовать замеры и подобной возможности нет. Возвращаемся к упаковке. Снаружи обозначен вес 0,587. Сейчас попробую более-менее точно все это скомпоновать обратно в какой-то общий вид. И сделаю контрольный замер. В собранном виде я замер не сделаю. У меня весит до 500 грамм всего лишь. Поэтому будем считать по нулям. 127 коробка с почтовым пакетом. 127,5. 453. там было 127 в уме я сейчас к сожалению по возрасту уже наверно быстро не посчитаю а тупил 577 чуть просыпалась но я думаю это были то не критично вряд ли повлияло на замеры сейчас попробую перевесить упаковку всю полностью с белой пленкой в итоге получаем 450 и 133 583 грамма суммарно эти небольшие разницы в граммах полагаю это погрешности приборов что моих китайских что почтовых однако по опыту данные весы если и имеют погрешность то она укладывается в очень мизерные значения попробуем посмотреть поттеры к номерам менялся ли вес почтового отправления по пути следования из точки а в точку b 127 422 32 020 863 итак по треку 587 грамм на мое имя 29 принятого деления связи мая и 587 грамм прибыли в пункт назначения то есть вес таким был таким и был выпуск экстренный так скажем вот я не планировал что буду публиковать данный материал но так уж получилось что материал образовался сам собой потому что такого рода технические распаковки я не записываю их задача только одна зафиксировать содержимое почтового отправления чтобы иметь какой-то хоть наглядный доказательный материал потому что в противном случае доказать что ты не верблюд становится просто нереально кроме того замечу что на моей практике это первый подобный случай когда вместо ценного оплаченного вложения оказывается непонятно что посему хочу озвучить два советка какими бы банальными они не были тем кто приобретает что-либо с пересылкой по возможности проверяйте доскональным образом репутацию отправителя интересуетесь нет ли у него аккаунта на каком-то ресурсе где оставляют отзывы интересуетесь а нет ли возможности сделать дополнительные фото на фоне например открытого объявления лучше объявления открытого в режиме редактирования интересуетесь нет ли возможности встретиться лично но и в таком духе любой отрицательный ответ данном случае будет служить косвенным хотя и не гарантирующим ничего сигналом и дополнительным поводом насторожиться приобретая у случайных людей можно получить такую ситуацию которую я сейчас грубо говоря наблюдаю курьез в том может быть курьез это не самое удачное слово данном случае курьез в том что значит человек который оплатил данную посылку он покупал юпитер 9 киев контекс и чтобы сэкономить время на пересылках и деньги решил от непосредственного продавца передать сразу мне данное дело чтобы я переделывал уже а потом отправил ему готовые объектив сразу но как видите такой вот результат посему очередной совет моим коллегам если вам предлагают подобную вещь то есть от продавца непосредственно к вам а потом отправляете владельцу готовая фиксируйте распаковку вообще распаковки снимать обязательно всегда обязательно в обязательном порядке фиксируйте все нюансы кстати я не помню показал ли я не вскрыть и пакет со всех сторон первоначально но как видите он не имеет каких-то повреждений кроме единственного места где я его разрезал потом чуть надо рву сам начали такая вот загогулина что с этим делать я сейчас честно говоря не знаю владельца данной посылки я в известность поставил уведомил о наличии видеозаписи распаковки уведомил что материалы могу передать ну и все в таком духе могу только пожелать удачи в разрешении данной проблемы так что мне с вами остается уважаемая аудитория только попрощаться и извиниться за то что речь была несколько более сбивчиво чем обычно были большие паузы и все прочее выпуск выходит с минимальным монтажом и исключительно грубо говоря весь монтаж всклейки двух фрагментов один непосредственно распаковка второй взвешивание ну и вот это вся болтовня в качестве постскриптума несмотря на наличие видеозаписей у меня есть очень нехорошее подозрение что меня могут сделать в данной ситуации крайним это будет вишенка на торте ко всем тем проблемам которые на меня свалились за весну нафиг такие тортики